Всем привет! Представляю вашему вниманию проект корпуса для страйбольного пистолета ГЛОК-17 или 18 в форм-факторе лазерного пистолета из игры Fallout 3. Кит пока что подходит только для ГББ пистолетов. Порядок представления стандартный. Посмотрим что нам понадобится для сборки, соберем все в кучу и попробуем пострелять. Поехали! Для сборки нам потребуется комплект деталей, всего 15 деталей, различные метизы, не обязательно как у меня можно использовать аналоги, отвертки, пружина, кусок желтого провода для антуражу, ну и пистолет, без него никуда. Все детали смоделированы с минимальными зазорами, поэтому возможно придется подточить некоторые места, места соединений деталей. Попробуем собрать, тут все достаточно просто, пойдем от фронтальной части. Соединим между собой деталь номер 1 и деталь номер 6. Деталь номер 1 и 6 соединяются между собой четырьмя винтами ИСО 7380 М4 на 10 миллиметров. К детальке номер 6 внизу прикручиваем деталь номер 10. Фиксируем каким-нибудь винтом М4 не более 30 миллиметров. Возвращаемся к детали номер 1 и присоединяем к ней деталь номер 2. Фиксируем их между собой посредством винтов ДИН 7991 М3 на 10 миллиметров. Две штуки. к детали номер 2 присобачиваем скобу для провода деталь номер 13. Используем два каких-нибудь коротких винта. Теперь к детали номер 2 присоединяем деталь номер 3. Фиксируем четырьмя винтами ИСО 7380 М3 на 10 миллиметров. Откладываем в сторону основной корпус. Сейчас соберем условную затворную группу. Для этого необходимо соединить между собой деталь номер 7 и 8, при этом поместив между ними деталь номер 12. Предварительно деталь номер 12 надо хорошенько заполировать, чтобы она свободно ходила между 7 и 8 деталью. Седьмую и восьмую деталь соединяем какими-нибудь винтами М4 на 30 миллиметров. Две штуки. И двумя гайками М4. После сборки затворной группы в детали номер 12 необходимо прикрутить пружины растяжения. Я использовал пружину с такими параметрами 7 на 50 миллиметров. Теперь затворную группу устанавливаем в деталь номер 3 и фиксируем свободный конец пружины на детали номер 3. Используем какой-нибудь винт М3 на 8 миллиметров. Сверху в затворную группу вклеиваем деталь номер 9. В будущем она будет необходима для антуражного размещения желтого провода. Далее подготовим пистолет для установки в этот кит. Необходимо установить втулку Макбелла, деталь номер 15, в полость пистолетной рукоязи. Фиксируем ее винтом ИСО 7380 М5 на 12 миллиметров. К основанию рукояти через ранее установленную втулку прикрепляем Макбелл, деталь номер 14. Фиксируем винтом ИСО 7380 М4 на 8 миллиметров. Теперь можно установить пистолет в корпус, при этом необходимо установить деталь номер 11, между деталями номер 14 и 10. Так как у данной модели не предусмотрены механические прицельные приспособления, будем целиться по струе, а точнее по трассерным шарам. Для этого в данном ките предусмотрена установка пистолета с накрученным трассером типа Light Res. К сожалению, его не совсем удобно включать и выключать, поэтому я обращаюсь к комрадам-страйкбалистам. Помогите придумать трассерную вставку для данного проекта. Улучшим проект вместе. Затем закрываем заднюю часть корпуса детали номер 4. Изначально я планировал сделать данную деталь быстросъемной, но после проведения тестов пришлось внедрять фиксацию. Например, на винты ИСО 7380 М4 на 10 миллиметров. Оставшуюся часть глушим в детали номер 5. Тут обошлось без винтов, но при желании можно приклеить. Осталось присобачить желтый провод. Я использовал патч-код. И наклеить декали. Файлик в формате PDF будет также в архиве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово. Попробую пострелять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вставляем в магазин, взводим затвор до упора, опускаем. КЖВшные иглоки страдают такой хернёй, что иногда затвор не возвращается до конца назад. Его надо подтолкнуть. Для этого предусмотрено небольшое окошко в нижней части задней крышки. Проверили досылание. Вструляем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работает. Вроде всё показал. Для тех, кому пригодится данный проект, по возможности прошу поддержать донатом. На новые идеи. А на сегодня у меня всё. До скорого. Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова